Скорость, драйв и рев мотора. Поклонники автоспорта на минувшей неделе стали очевидцами яркого события. В Оренбурге прошли этапы чемпионата России по зимним трековым гонкам в зачетной группе N1600 и Кубка страны в классе национальной. С места соревнований следующий репортаж. Соревнований по автогонкам такого масштаба в регионе не было давно. Сразу два повода собраться. Второй отборочный этап уральской зоны чемпионата России в зачетной группе N1600 и третий отборочный этап зоны 2 Кубка России в классе национальной. Прежде чем пилоты ударят по газам, инспекция трассы, которую проводит чемпион России наш земляк Андрей Радошнов и губернатор области Юрий Берг. Да что, нормально, здорово. Ощущения, конечно, впервые такие испытывал. Но это чувствуется, вот мастер великий. Это надо испытать, чтобы это понять. Ну здорово. Если участники заездов в классе национальной выступают исключительно на автомобилях «Лада Калина», то в зачетной группе N1600 гонщики управляют самыми разными машинами, среди которых и мощные иномарки. Попытать счастье на Оренбургской трассе вызвались спортсмены из Омска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Тольятти, Перми. Наш регион представляют пилоты из областного центра и у Бузулука. Самые титулованные чемпионы России – оренбуржцы Андрей Радошнов и Александр Фролов. Уже первая серия заездов не обходится без аварий. Серьезные увечья получает автомобиль одного из лидеров – нашего земляка Владимира Исмакова. Крушение терпит и машина бузулучанина Виктора Гончарова. Едешь пятым, допустим, там пыль, ничего не видать, поворот просто. Его не видно. Просто по ощущениям и поздно кинул. Так получилось. Просто задел и перевернул. К этим соревнованиям Виктор Гончаров готовился серьезно. Ежедневно тренировался на Бузулукской трассе. Конечно, сегодня рассчитывал на другой результат. Но куда деваться. К суровым реалиям автоспорта за годы тренировок он уже успел привыкнуть. Я занимаюсь давно, был в любительских. Сейчас уже второй год сюда выезжаю. Какие достижения были? Достижений не было особо. Пятые, шестые места так же. Ну, особо пока нет. Средства не позволяют автомобиль полностью приготовить. Допустим, стандартный двигатель практически. Только коробка вся. Некоторые гонщики не без помощи товарищей в перерывах между финишем и новым стартом успевают привести свой автомобиль в чувство. Как это, например, удается сделать самарцу Михаилу Малееву. Позже, в четвертом заезде, он финиширует первым, обогнав своего конкурента, нашего земляка Александра Фролова. На самом деле, Александр Фролов – это мой близкий друг. Он очень сильный гонщик, он чемпион России. Мы с ним очень много сталкивались, ездили. Но, к сожалению, у нас машины разные. Моя машина гораздо мощнее. И тут у меня было гораздо больше преимущества. А так, я думаю, были бы у нас всегда такие машины. Санек бы составил гораздо более серьезную конкуренцию, чем на национальной машине. За бескомпромиссной борьбой пилотов в этот день наблюдали 2000 зрителей, в безопасности которых было уделено особое внимание. Кроме привычных для автоспорта стычек на трассе, происшествий не произошло. В отборочном этапе чемпионата России победу одержал Михаил Грачев из Омска. В Кубке страны тройку лучших составили оренбуржцы. Первым стал Кирилл Вдовин, на втором месте Андрей Радошнов, на третьем – Максим Болтенков.